Американцы все равно продолжают тратить деньги. Утечка многих тонн ядовитых веществ в Агайо. Россия ввела 97% всех своих войск на Украину. Эти и другие новости в программе «Мир сегодня». Russian Television Network of America представляет программу «Мир сегодня». Самая достоверная и объективная информация о событиях во всем мире, а также спорт, новости шоу-бизнеса, погода. В студии Юрий Ростов. В программе «Мир сегодня». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Бюджетный офис Конгресса сегодня предупредил, что если потолок федерального долга не будет поднят, то США будет грозить дефолт в период с июля по сентябрь. Между тем, покупки потребителей в январе, как сегодня объявлено, подскочили сразу на 3%. Этого мало кто ожидал. Оптимисты предсказывали рост розничных продаж, в лучшем случае, на 2%. Январь, помимо всего прочего, это месяц после волны традиционных новогодних покупок. В январе американцы не только обычно пытаются не пить, изгонять набранный вес, но и дают себе зарок внести логику в свой семейный бюджет. Но, тем не менее, в нынешнем январе выросли продажи автомобилей, мебели, одежды. Также американцы стали и больше ходить в кафе и рестораны. С одной стороны, это хорошо, конечно, поскольку спрос потребителей – это основа американской экономики. Но при этом в стране, как известно, инфляция, а рост покупок ведет и к росту цен. Инфляция же, согласно вчерашним данным, за январь почти по сравнению с декабрем не снизилась и составляет 6,4%. Сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, ссылаясь на английскую разведку, что Россия сосредоточила на Украине 97% своей армии. То есть на Украине в приграничных областях находятся почти все нынешние российские ресурсы в области обычных вооружений. Английская разведка известна как серьезный источник информации. Предыдущие ее оценки военной ситуации на Украине соответствовали действительности. Российские войска на фронте, на востоке в эти дни пытаются наступать по всем направлениям, но при этом свидетельств формирования единой мощной группировки для действительно масштабного наступления до сих пор нет. Российские войска несут очень серьезные потери. Если действительно, мобилизовав практически все нынешние резервы, российские военные не смогут существенно продвинуться, то это будет показателем серьезной ограниченности российских возможностей. Что же касается потерь, то, согласно западным оценкам, в ходе боев в районе Угледара, в 50 милях к югу от Бахмута, Россия потеряла целую бригаду, больше тысячи человек в течение всего двух дней. В ходе только одной атаки там были потери 30 танков и бронетранспортеров, а в течение последней недели, согласно оценкам, Россия потеряла в этом районе две бригады морских пехотинцев, а также 130 бронемашин, включая 36 танков. Столь большие потери без какой-либо отдачи могут свидетельствовать, что и сейчас, через год после начала войны, российское командование не столько проводит целенаправленную, обдуманную стратегию, сколько демонстрирует под давлением Кремля просто как бы героическую готовность сражаться, нежели солдат. Как бы то ни было, сегодня имели место активные очень атаки российских войск на разных направлениях. В последние часы были попытки прорывов в направлении 20 населенных пунктов на линии от севера Харьковской до Донецкой области. В центре атак был город Купянск в Харьковской области, который в сентябре был освобожден украинскими войсками. В этом районе было больше 70 обстрелов с помощью артиллерии и ракетных минометов. Число намного выше обычного. Особенно высокая активность была также на юге с 68 ракетными атаками против Херсона и Николаева. Украинские военные закрыли доступ гражданского населения, также журналистов в Бахмут. Объясняет это выросшей опасностью для тех, кто находится в районе города. Согласно заявлению украинцев, две дороги, ведущие в город, сейчас постоянно обстреливаются российскими военными, хотя полностью они не перекрыты. Сегодня генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что, может быть, Швеция и Финляндия имеет смысл вступать в НАТО по отдельности. Для вступления новых стран в НАТО необходимо согласие всех членов блока, а в том числе и Турции. А президент Эрдоган отказывается поддержать вступление Швеции, говоря, что в ней нашли убежище бежавшие из Турции террористы. Речь идет о курдских организациях, которые Эрдоган считает террористическими. В Турции курдские организации, выступающие за автономию или отделение, являются запрещенными. Их члены действительно неоднократно организовывали серии террористических актов. Согласно же Швеции, все находящиеся на ее территории иностранные беженцы прошли все необходимые с точки зрения шведских законов проверки. На Турцию и США и другие страны пытались оказывать давление, угрожая, в частности, отказом поставок ей современного западного оружия в рамках НАТОвских программ. Но пока тупик на переговорах со Швецией сохраняется, хотя сравнительно быстро могла бы уже сейчас вступить в НАТО Финляндия. Сегодня в Америке были призывы к созданию специальной президентской комиссии с особыми полномочиями и ресурсами, которая расследовала бы последствия железнодорожного крушения в Восточном Огайо. Сегодня же местные власти объявили о возобновлении отмененного несколько дней тому назад приказа о запретной зоне в диаметре одной мили от места катастрофы. И также вновь рекомендовали жителям этого района не выходить из домов без крайней необходимости. Крушение имело место еще третьего. В феврале сошли с рельс, перевернулись и частично загорелись сразу 150 вагонов, которые везли в основном продукцию химической промышленности. Речь идет о сверхдлинных железнодорожных составах, которые считаются сейчас в Америке наиболее экономичными. 150 грузовых вагонов обслуживала всего одна бригада машинистов. После аварии часть химикатов вылилась на землю, часть их сгорела, образовав облако едкого дыма. Население окружающих поселков было эвакуировано. В некоторых цистернах оставались химические вещества, которые несли угрозу взрыва. И власти решили поджечь цистерны еще раз, чтобы избавиться от опасных химических веществ. В результате вновь было облако дыма с резким запахом и очевидной кислотностью. В потерпевшем катастрофу составе было в частности 5 цистерн с винилхлоридом, бесцветным газом, который используют для производства пластмасс. В дыхании его вызывает головную боль, слабость, а при длительном контакте с ним рак печени. Через несколько дней власти приняли решение о том, что жители могут возвращаться домой, что обстановка является безопасной. Люди вернулись, но теперь жалуются на головные боли, сыпь на коже. Экологическая служба Огайо сообщила о гибели тысячи рыб в местных водоемах и о гибели в некоторых местах домашних животных. Жители требуют детального исследования экологических последствий железнодорожной катастрофы. Сенатор-демократ Диана Файнштейн объявила, что закончит свой срок в Сенате в следующем году, но больше переизбираться не будет. Диана Файнштейн фигура в политике почти историческая, она занимается политикой с 60-х годов, больше шести десятилетий в Сенат, при этом она переизбирается уже на протяжении 30 лет. Избиратели Калифорнии, судя по рейтингам, голосовали бы за нее еще один раз, но Диана Файнштейн намерена все-таки уйти в отставку. Ей 89 лет. Те, кто с ней общаются, утверждают, что она стала забывать какие-то вещи, не всегда может сконцентрироваться. В 89 лет это, наверное, нормально, хотя сама Файнштейн с этим не согласна. Уход в отставку одного из самых авторитетных сенаторов-демократов может оказать воздействие на соотношение сил в Сенате, но это дело еще будущего, хотя в Калифорнии уже объявили о намерении бороться за освобождающееся место сенатора в районе пяти демократов, также, по крайней мере, два республиканца. В следующей части о новом повороте в расследовании по Трампу. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин